Всем привет! С вами Руи Чинит. Они родились с одним из редчайших заболеваний в мире. На двоих у них один желудок, печень, мочевой пузырь и задний проход. На сердце... Пиздец. ...легкие и мозги у братьев Сона и Мона Сингх у каждого свои. Получается, эта нога твоя, а эта твоя. Что насчет груди? Когда я прикасаюсь, кто из вас это чувствует? Вы чувствуете одно и то же? Получается... Опачки. Ой, извините. Все, дайте посмотрю вот это видео. Ты чувствуешь? Ты не чувствуешь, верно? Да, ладно. А сейчас кто чувствует? Семь. Оба? Нет. Кто чувствует? Оба? Нет. Сона ничего не чувствует. Нет. У вас одни гениталии на двоих. Нет. Вы оба контролируете и чувствуете ваши гениталии. Семь. Они родились в бедной семье в Дели. Воу, 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 воу. Что, показы? Ох. Вот место, где вы соединяетесь. Но сейчас им по 19 лет. Их позвоночники проходят параллельно одному и тому же бедру. И понятно, что оно имеет двойную толщину. Вы умеете прыгать? Моя беда есть. Можете бегать? Ну, раны, а хоть бы ты спасла, но. Братья, у которых на двоих две ноги и четыре руки, живут в полной гармонии и вместе выполняют повседневные... Бля. Смогли бы так жить, если бы у вас такая ситуация была? Дневные задачи. То есть ты постоянно, получается, находишься рядом с другим человеком. Прям всегда. То есть вот буквально. И спишь, и ссышь, и все, короче, делаешь рядом с ним. А он делает это рядом с тобой. И так, ребята, это ваша комната. Алло. Они могут залазить. Они могут писать. Бля. Подождите. А что делать, когда вы ложитесь спать? И ты, например, уснул, выспался, проснулся, а твой, скажем так, братец все еще спит. Ну, то есть, как бы, как у них в этом плане дела работают? Как со сном дела? Что если один выспался, проснулся, не хочет спать, а этот, наоборот, еще спать хочет? Или когда они засыпают, этот уснул, а этот вообще спать не хочет? Пиздец. Бля, вас интересует только одно. Как дрочить, как дрочить? Я ничего не рекламирую. Они могут спускаться. А если один домосед, а другой любит по глупому ходить? И что они в клубе будут делать? А если один скажет запретку на твиче, как им потом стримить? У них одно гражданство? Чего, блядь? А если он где-то работает, платят двоим? Блядь, в чё-то такие-то уж тупые вопросы начались. А они твой стрим с одного или двух аков смотрят. Бля, вы чё вообще дураки, блядь? Чё? Дураки. А ещё они ездят на работу на своём электромобиле. Мона отвечает за тормоз, а Сона за педаль газа. Рулём они управляют вместе. Два разных человеческих мозга общаются и координируют свои действия за миллисекунды. Вы работаете электриками? Да. Сколько вы зарабатываете? 20 евро. Вы получаете 2 зарплаты в месяц? А, видите, одну. Одну зарплату, да? 20 евро. Пиздец. Вот это лайфхак, нахуй, работодатели. Он нанял двух по одной цене. Вы получаете 2 зарплаты? 1,10. У вас 2 кошелька. Но разные личности, верно? Да. Сеператые браки. Что вы думаете о браке? Вы планируете жениться в будущем? Как? Подожди, у них... Вот он уже спросил про интимную связь. У них был с кем-то, ну... А, да. Чё, нет, да? Что вы думаете о браке? Вы планируете жениться в будущем? А, да. Подожди, один говорит нет, другой, да? На одной девушке? Семь, семь. Да? На одной девушке вдвоем? Кафу? Вы хотите жениться на одной и той же девушке? Да. Семь парсона. Семь парсона. Есть ли между вами ревность? Мы всегда вместе, нет смысла ревновать. Так хуй же один на двоих вроде, как ревновать тогда? Смысл. Реально. Дорогой Хисус, я так рад, что ты в этот раз решил не ссать в бутылку в первое задолгое время. Поздравляю весь чат и бутылку с этим великим праздником. Спасибо. Спасибо, Лофер. Ты что, захлебнулся мочой, что ли? Водовремо обсуждаем рабочие. Бывают ли моменты, когда вы не разговариваете друг с другом? Нет, у нас нет на это времени, у нас очень плотный график. Вы когда-нибудь дрались? Нет, у нас очень приятно. Вы сказали, что женитесь на одной и той же девушке. Да. Но что, если одному из вас она не понравится? Ну, но... Какие девушки вам нравятся? Какой тип? Это такой девушек. Близнецы носят две разных футболки, которые сшиты между собой. Судьбы этих двух людей в одном теле настолько взаимосвязаны, что если один из них совершит преступление и попадет в тюрьму, это повлияет на судьбу другого. Что происходит, если вы хотите делать разные вещи? Например, один из вас хочет спать, а другой нет. Что вы делаете в таких случаях? Иногда один из нас... Я, блядь. Просыпается раньше. Так. Еще. Но если второй еще спит, другой снова пытается уснуть. Пиздец. Это жоскак, блядь. В игре с баскетбольным автоматом Сона не оставил Моне шансов, но когда Мона получил мяч, он забил с первого раза. Мона, давай! У кого из вас более доминирующий характер? У кого из вас более доминирующий характер? Кто принимает решение? Какой из вас больше, если Мона не хочет, если я не хочет. Кто из вас доминирует? Какой у вас уровень интеллекта? Кто более общительный? Сона? Я думаю, ты более общителен. Мона, а ты более застенчивый? Да. В сидячем положении Сона обычно толкает Мону вниз. Несмотря на то, что Мона чувствует себя некомфортно и пытается исправить ситуацию, Сона выше в своем естественном положении. Поэтому Моне приходится жить с искаженным зрением. Вы когда-нибудь встречались с девушкой? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Вы когда-нибудь влюблялись? Возможно, в одну и ту же девушку. Нет. 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 Бля. Нет. Нет. Я теперь не буду ли он про дрочку спрашивать. Какие у вас хобби? У вас один телефон на двоих? Семь. Получается, что вы вместе играете? Нет. Нет, я не играю. Мона играет. Что ты делаешь, когда он играет? Я была... Потому что я была лучшая, она была. Ты... Бля. Ты помогла мне, чтобы помогать играть. Вы чувствуете голод одновременно? Да. А, да ладно. Если ты съешь что-то вредное, то это попадет в общий желудок, и твой брат может поправиться. Вы следите за своим питанием. А, да. Семь. Семь. А, да. Семь. Поскольку у них общее кровообращение, то когда один из близнецов ест сладкую пищу, уровень сахара в крови другого... Бля. Но не шанс. Ой, бля, подождите. Не туда. Они могут в две головы хавать пиццу, блядь, представляете? В один желудок получается. В отношении, то когда один из близнецов ест сладкую пищу, уровень сахара в крови другого также повышается. Если у одного из них случится инсульт, например, другой может не выжить из-за возможных осложнений. Сона и Мона привлекли к себе внимание, как только мы вышли на улицу. После их рождения в Дели в 2003 году их перевели в больницу Всеиндийского института медицинских наук в надежде на операцию по разделению. Но процедуру не провели, так как врачи сказали, что такая операция приведет к смерти одного из близнецов. Если бы у вас была возможность разделиться, вы бы ею воспользовались? Таково это никогда не оставаться в одиночестве. Чувак, ты не врубаешься, что у меня. Что очень странно. Так. Какие у вас цели? Кем вы хотите стать? Виттсанин. Сингинг. По моим наблюдениям, Мона более любознательный, и он не колеблясь прикасается к вещам, когда у него есть такая возможность. Сона же более доминирующий, у него находится их общий смартфон, он отвечает на звонки. По результатам анализа нашего диалога, близнецы использовали в общей сложности 414 слов, 65% из них произнес Сона. Интересно то, что Сона и Мона одновременно произнесли 81 слово. Примерно в 20% нашего диалога они думали одинаково. Братья, которые умеют ходить не падая, водить машину, не попадая в аварии, управляя по отдельности правой и левой ногами, научились координировать свои действия, несмотря на то, что они работают электриками, их мечта стать музыкантами. Близнецы, которые хотят привлечь внимание к своей жизни, на самом деле представляют интерес далеко выходящий за рамки их разной внешности. Это разные люди с разными характерами и целями. Как-то обидно за некоторые свои донаты стало. Сравниваешь иногда с теми, кто какой-то спам пишет. Намного меньше желания донатить из-за такого отношения. Чё? Чё? Гоголь, какого нахуй отношения? Чё ты там сравниваешь, дурак, блядь? С ними очень весело проводить время. Они выбрали быть командой и никогда не предавали это решение. У меня к вам просьба. Вы можете лайкнуть это видео двумя способами. Поблагодарите меня на... Ага. Сейчас, блядь. Слушай, интересный канал. У него мы уже не первый раз смотрим какие-то видосы. Я пробурил скважину в Африке. Я открыл глаза 94-летнему слепцу. Самая низкая женщина в мире. 8 безумных экспериментов при минус 55. Так, это мы увидели. Это вроде про... Ну да, якутская. Это мы смотрели.